Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В выходные в Анапе прошел шторм. Спасатели, специалисты Управления гражданской обороны и защиты населения предупреждали – купание запрещено. День памяти и скорби. 22 июня памятные акции прошли по всей стране. В Анапе память погибших в Великой Отечественной войне почтили у мемориала на Старом кладбище. События 73-х летней давности восстановили на летней досуговой площадке в селе Варваровка. Штормовые выходные. В связи с сильным штурмом на пляжах Анапы в выходные было запрещено купание. Городское управление гражданской обороны и защиты населения предупреждение об опасности купания в шторм рассылало регулярно. На пляжах на спасательных вышках вывесили черные шары. Санатории организовали объезд пляжей автомобилями с громкоговорителями, предупреждающими об опасности. Безопасность на пляжах – приоритетное направление их владельцев. И, конечно же, порядок. Сотрудники МУПа Куни замедлительно приступили к восстановительным работам и очистке пляжа от комки и мусора, выброшенного морем, организовав работы в круглосуточном режиме. Черное море у берегов Анапы волнуется третий день. Во время штормов работы хватает у всех муниципальных служб. Тех, кто отвечает за чистоту пляжных территорий и тех, кто стоит на страже здоровья и жизни людей. В эти дни главная задача спасателей, а они дежурят на каждом обустроенном пляже – обеспечить безопасность отдыхающих. Купаться во время шторма категорически запрещено. Об этом анапчаны гостей курорта предупреждают по громкоговорящей связи. С помощью вывешенных черных шаров на спасательном пункте и установленных табличек «Купаться запрещено». Так сегодня выглядит пляж санатория «Элада». Отдыхающих почти нет. Сильный ветер и волна не располагают к купанию. Но спасатели свое рабочее место не покидают. Мы обеспечиваем безопасность в такие дни и в другие дни согласно постановлению главы Краснодарского края номер 536 в редакции номер 78-го. То есть ГИМС у нас отслеживает, принимает у нас пляж, то есть проводит техническое свидетельство в начале каждого купального сезона. Предупреждаем о том, что у нас шторм, сильное донное течение по громкой связи, через мегафоны, через сигнальные таблички. Убедить людей, что купаться в шторм – неоправданный риск, бывает непросто. С мельчаков вступить в спор с водной стихией хватает. Но спасатели прилагают все усилия, чтобы не допустить несчастные случаи. Кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается, но жизнь человеческая бесценна, поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы донести информацию об опасности купания во время шторма до отдыхающих. Шторм задал работу коммунальным службам Анапы. Последствия сильной волны мусора и водоросли на побережье. Все минувшие выходные днем и ночью за чистоту боролись сотрудники МУПАКУ. Работает около 18 человек сейчас по береговой линии. Здесь, на ЖМТ, на Северном Сиянии. Производим работы уборочные. Потому что сегодня мы должны все до завтрашнего утра убрать. Час работает, смены ночью будут работать. Все будет убрано. Сотрудники предприятия полностью убрали 48 тысяч квадратных метров центрального пляжа. Работы продолжаются до сих пор по всей территории береговой полосы. На Пионерском проспекте до села Витязева три трактора выгребают мусор прямо из морской воды. Уже вывезено более 85 тонн комки и мусора, который принес сильный шторм. Вечером, когда отдыхающих на пляже нет, на уборку отправляют тяжелую технику. Собранный мусор вывозят КАМАЗ. Вижу, что служба работает. И по утрам, и в такие хорошие дни тоже работали, убирали. Но сейчас тоже вижу, техника работает. Все ведется к тому, чтобы исправить положение. Если они так останутся лежать, то уже, если еще один шторм такой же будет, то уже в море зайти невозможно будет. И действительно нужно убирать, потому что мусора столько вынесло вообще. Молодцы, очень полезное дело и правильное, потому что в этом виде купаться, конечно, невозможно. Ну, знаете, то, что убирают, это хорошо. Очень хорошо. Пускай убирают, приводят все в порядок. Мы надеемся, что мы будем сюда почаще приезжать. 22 июня. Вот уже 73 года для нашей страны скорбная дата, объединяющая людей памятью о вероломном начале войны, в которой великой ценой миллионов человеческих жизней и беспримерных подвигов мы завоевали победу. В Анапе у монумента, павшим в боях за родину и жертвам фашизма, пронзительно звучали слова памяти и минута молчания. В день памяти и скорби анапчане гости курорта традиционно собрались возле мемориала, где увековечены имена доблестных защитников нашего Отечества, которые погибли в боях на территории города-курорта, а также пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. В июне 1941-го молодые анапские ребята уезжали на фронт. Девушки записывались на ускоренные курсы связисток и медицинских сестер. Сегодня я закончил училище военное, я до войны учился в военном училище, авиационном. Вчера получили подъемные деньги и пошел в город что-то покупать. Пришел, а мы видели, что в 12 часов будет сообщение Молотова. Вот такой день. Запомнился, конечно. А на следующий день поехал на фронт. 13 месяцев продолжалась оккупация Анапы. За годы кровопролитной войны более 5000 наших земляков погибли на фронте, пропали без вести. В память о них учащиеся кадетской школы вынесли к монументу портреты героев анапчан, отдавших жизнь во имя нашего мирного будущего. Бессмертный полк – свидетельство того, что память потомков жива. Само присутствие здесь вас говорит о том, что мы очень хорошо помним эту травму, трагическую до нашей страны дату. Сегодня не повод говорить длинные речи, но все-таки по одному событию я хотел бы высказаться. То, что происходит сейчас на территории бывшей нашей Советской Республики Украины. Думаю, что сегодняшний день, день памяти и скорби, даст лишний повод еще раз тем, кто сегодня творит беспредел, задуматься над тем, что самое дорогое у людей – это мир. Уважаемые ветераны, я обращаюсь к вам. И хочу сказать, что мы будем прилагать все усилия для того, чтобы мир на нашей земле был постоянно. Вечная слава тем, кто отдал жизни за наше сегодняшнее будущее. Дай Бог здоровья тем, кто сегодня находится рядом с нами. Глава Анапы Сергей Сергеев и председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов возложили к мемориалу жертвам войны венок памяти – цветочные корзины от общественных организаций, политических партий и предприятий города-курорта, а также сотни гвоздик от всех участников мероприятия. В 9.30 началась всекубанская минута молчания. Всего минута, но казалось, что город замер. Остановился транспорт, встала работа предприятий и учреждений, а автовладельцы откликнулись, нажав звуковой сигнал автомобиля, память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. 22 июня – день памяти о начале войны. И повод в очередной раз поблагодарить ветеранов за победу, которая далась слишком большой ценой. Поблагодарить за то, что этот день встречаем под мирным небом. В селе Варваровка прошел первый летний семинар для специалистов учреждения культуры, которые работают с детьми на летних детских досуговых площадках. Педагоги в течение двух месяцев посмотрят и обсудят программы коллег. Первыми показали мероприятия специалисты Дома культуры села Варваровка. Сценическая площадка, зрительный зал. На досуговой площадке Варваровки вспомнили героев войны поименно. В день памяти и скорби, 22 июня, организаторы летнего детского отдыха провели обучающий семинар. 73 года назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война. О страшных днях тех лет рассказал председатель Совета ветеранов села Варваровка Владимир Сайгушкин. Сам не участвовал в сражениях, ребенком запомнил те страшные дни. Каждый десятый из общего населения государства не вернулся с полей сражений. И это память, которая должна для нас остаться на всю историческую эпоху. Школьники зачитали письма солдат с фронта, рассказали истории героев войны, своих ровесников. И кажется, сами иначе взглянули на исторические факты из уроков истории, прониклись. Основная наша цель – донести до нашей молодежи, чтобы в их памяти, в молодых умах остались наши деды, которые погибли, ради того, чтобы мы жили на этой земле. В основном мы будем говорить о детях, о детях войны, которые погибли, защищая свою родину. Многие школьники, первоклассники впервые узнали, что их ровесники тоже внесли вклад в победу советского народа. Более 15 тысяч детей героически проявили себя во время обороны Ленинграда. Около 20 тысяч ребят не отступили перед врагом в битве за Москву. Детей награждали медалями и орденами, а в указах не упоминали, что это дети, и называли их по имени-отчеству. Молодое поколение должно знать о том, что наши предки совершили такой подвиг и находили такие силы и совершали такой героизм. В Анапе и сельских округах для детей организованы 28 досуговых площадок при учреждениях культуры. Цель таких семинаров – обмен опытом. Итоговый семинар пройдет в августе в Доме культуры Станицы Анапска. За два месяца педагоги посмотрят и обсудят программы всех площадок. Впервые в Краснодарском крае в рамках сотрудничества Анапского филиала МГГУ имени Михаила Шолохова и администрации города-курорта в университете прошли обучение руководителей домовых и квартальных комитетов. По завершению курсов руководителям ТОС вручили сертификаты. Руководители домовых и квартальных комитетов – взрослые опытные люди снова за партами. Тамара Борисова – председатель ТОС с 9-летним стажем. Первый диплом получила почти полвека назад и не перестает учиться. Достойный пример для семьи внуков и пяти правнуков. Правнуки у меня. Один пойдет в школу первый год, а правнучка пять лет. Бабушка, ты учишься? Я говорю, да, обязательно. И мы будем учиться. То есть вот эта вот фишка даже в жизни очень нужна. Курсы прошли с 19 апреля по 21 июня. Прилежные студенты освоили дисциплины по программе «Основы территориальных органов самоуправления». Руководители домовых и квартальных комитетов прошли обучение по правовому регулированию работы, делу производству и психологии эффективного общения. Основы общественного самоуправления руководители освоили ранее на практике. Теперь изучили теорию со всеми юридическими нюансами. Вы общественники, вы работаете, вы занимаетесь каждодневными делами, вы работаете с людьми, у вас еще хватило мужества, смелости, времени учиться. Я очень рада, что этот проект у нас получился. Я очень горда, что мы дошли с вами до логического завершения, что мы сегодня будем с вами уже получать документы об образовании. Слушателям отделения дополнительного образования и профессиональной переподготовки вручили 43 сертификата. Руководители ТОС, конечно, используют новые знания на практике. Они – связующее звено между населением и властью. Организуют и планируют работы по благоустройству территории, решают хозяйственные вопросы, проводят мероприятия для населения. Приветствую вас от имени главы муниципального образования города Куртанапа Сергеева Сергея Павловича. Вы знаете, какое большое внимание наш руководитель уделяет именно развитию органов территориального общественного самоуправления на территории. От вас мы ждем инициативы, мы ждем реализации многих проектов в нашем городе, вашей помощи. Практика такого обучения впервые прошла в Анапе. Вчерашние студенты, первые выпускники курса поблагодарили профессорско-педагогический состав за новые знания. Отметили, лекции за партами в учебных аудиториях, вернули их в беззаботные студенческие годы. Сидя каждый раз за этими партами, я чувствую ностальгии возникает. И я, сидя за ними, я получаю такое удовольствие. Почувствовать себя еще раз студентами руководители квартальных и домовых комитетов могут уже этой осенью. В планах педагогов Анапского филиала МГГУ имени Михаила Шолохова организовать второй этап обучения. Руководители ТОЗ заинтересовались новыми курсами. И если добавят новые дисциплины, то учиться будут вместе с новенькими и совершенствовать знания. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Во вторник, 24 июня, в Анапе ожидается ясная погода. Температура воздуха днем 21-23, ночью до плюс 19 градусов по Цельсию. Ветер западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова